Приветствую на канале Dijab, друзья! Есть ли среди вас любители книг? Если да, обязательно пишите, что читаете и, что немаловажно, на чем вы это читаете. Лично я являюсь поклонником электронных книг, и в связи с этим на моем канале было довольно-таки немало обзоров на различные ридеры. У нас были и совершенно бюджетные ридеры от Digma, также ридеры от Onyx Books, Volta 3, Volta 4, Darwin 9, также Ломоносов. И сегодняшний ролик продолжит эту славную традицию, потому что сегодня мы с вами посмотрим на новинку от Onyx Books, электронную книгу Darwin X. Поскольку на моем канале есть довольно подробный обзор модели Darwin предыдущего поколения, именно Darwin 9, подробно останавливаться прямо на интерфейсе я не буду. Но в этом ролике мы поговорим о главном. Какие изменения у нас есть в новинке, что сюда добавили и, самое главное, ее возможности и опыт личного использования. Итак, поехали обо всем по порядку. Поставляется Darwin X в своей фирменной коробке с узнаваемым дизайном, в котором находится самая электронная книга в своем защитном чехле, а также инструкция на русском языке и зарядный кабель. Собственно, это все, что нам нужно. Модель Darwin X стала одной из первых электронных книг от Onyx Books, которые перешли на электронные чернила нового поколения, а именно E-Ink карта 1300, что добавило контрастности, а также скорости обновления, и это немаловажно. Ну и помимо этого, книга была прокачана и в остальных аспектах. Итак, давайте по характеристикам. У нас здесь внутри четырехъядерный процессор от Qualcomm, работающий на частоте 2 ГГц на ядро, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, также есть возможность инсталляции флеш-карты microSD вплоть до 1 ТБ, также на борту есть Wi-Fi 5 и Bluetooth 5 версии для беспроводной передачи данных, например, для того, чтобы скачать ваши любимые книги, либо же читать онлайн. За питание этой книги отвечает литий-ионный аккумулятор на 3000 мАч, и если вы читаете, как я, почти всегда без подсветки и не пользуетесь интернетом в подавляющем большинстве случаев, только для загрузки книг, то эта книга спокойно может работать чуть ли не месяцами. Ну и к слову о подсветке. Как и во всех новейших ридерах от Onyx Books, здесь используется фирменная подсветка Moonlight, которая позволяет вам независимо регулировать температурный режим теплый и холодный и настраивать подсветку не только по яркости, но и по температуре, причем довольно тонко. Ну и также фирменной чертой этой подсветки является то, что она абсолютно не мерцает, и ваши глаза не будут уставать даже от длительного чтения с использованием этой подсветки. Также в этой электронной книге есть микрофон, и нужен он для того, чтобы вы могли в любой момент надиктовать какую-нибудь голосовую заметку. Очень даже удобно. Ну и работает все это дело на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой от Onyx Books. Ну а что же касается внешнего вида, здесь все привычно. Если у вас была электронная книга Darwin от Onyx Books, либо же некоторые другие модели, то корпус будет вам привычен. В этом плане здесь изменений нет. В верхней части все также находятся клавиши, отвечающие за включение устройства. Слева и справа находятся механические кнопки для перелистывания страниц, на которые также можно задать дополнительные действия в настройках при длительном, например, нажатии. Ну и по центру у нас кнопка, возвращающая назад либо на стартовый экран. В нижней же части расположены джек 3.5 для подключения наушников либо колонок. Также разъем для подключения microSD карты и USB Type-C для зарядки либо передачи данных с компьютера или другого устройства. Ну и также небольшое отверстие микрофона. Ну и поставляется книга в фирменном чехле, который также не претерпел каких-либо изменений. Вообще, на самом деле эргономика книг Onyx Books и их дизайн и корпуса мне довольно сильно нравятся и я считаю их лучшими на рынке. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном. Об экране новинки. Это у нас 6-дюймовая модель. Стало быть и экран здесь у нас диагональю 6 дюймов и, как я уже сказал выше, здесь используется новое поколение дисплеев E-Incarta Plus, а именно E-Incarta 1300. Разрешение дисплея на 6 дюймов составляет 1072 на 1448 пикселей. При этом PPI достаточно высок и отдельных точек вы вряд ли разглядите. И здесь действительно очень хорошая контрастность и очень четкое изображение. Что же касается скорости обновления, она действительно подросла даже на стандартном режиме. Это сейчас я отчетливо вижу и вы это также сейчас видите на подсъемках. И это мы сейчас говорим про обычный стандартный режим отрисовки максимального качества. Как и в других книгах Onyx Books, вы можете менять режим отрисовки дисплея. Здесь их несколько. Это обычный с максимальным качеством, ускоренный. Также режим A2, который позволяет вам уже просматривать интернет. То есть на нем даже серфить по сайтам довольно комфортно. И также есть X режим и при большом желании на нем можно даже видео посмотреть. Ну понятно, это чернильный дисплей E-Ink и он не сравнится с обычными дисплеями по скорости отклика. Ну и раз уж мы заговорили о разных режимах отрисовки, то в настройках вы также можете поменять и настроить интенсивность черного цвета, ну и также фильтр белого цвета. Здесь все аналогично предыдущей модели, а также некоторым новым моделям Onyx Books. В общем и целом в плане софта и операционной системы особых изменений здесь нет. Так что если вы являетесь обладателем более старой версии, то переучиваться вам не придется. Все привычно, все на своих местах. Но тем не менее есть одна приятная плюшка. Новинка поставляется сразу с предустановленным приложением BookMate от Яндекса, которое позволит вам слушать подкасты, где есть множество книг и так далее, что очень удобно. Ну и помимо прочего отмечу, что здесь также встроен онлайн переводчик. И если вы любитель почитать техническую или художественную литературу на иностранном языке или поползать по иностранным сайтам, то это однозначно вам пригодится. Ну и поскольку перед нами операционная система Android, вы можете поставить сюда любое любимое приложение, будь то Litres, либо какое-либо другое. Ну или как я, накачать сюда свою коллекцию книг, которая у меня уже собрана и скомпонована по порядку чтения достаточно давно, и спокойно читать их на устройстве. Приложение для чтения здесь установлено AllReader X Pro, и про него я уже говорил в предыдущих роликах, даже не в одном, поэтому подробно на нем останавливаться не буду. Это все еще лучшее приложение для чтения, по моему скромному мнению. Если вы с этим не согласны, пишите в комментариях, рекомендуйте что-то другое. С радостью это рассмотрю. В общем и целом, если подвести итог касательно этой книги, это удачное обновление. Оно по большей части минорное, то есть в плане количества нововведений здесь не так уж и много поменялось. Если вы являетесь обладателем книги Onyx Books 5-летней, там 3-летней давности, то имеет смысл обновиться на новинку. Если же вы пользуетесь электронной книгой, к примеру, Volta 5 или Darwin 9, то особого смысла переходить, обновляться не вижу. Ну а для тех, у кого электронная книга постарше, есть смысл задуматься о приобретении новинки. Все-таки самое главное в любой электронной книге, чтобы было удобно и комфортно на ней читать. И поверьте, с этой задачей Onyx Books Darwin X справляется просто прекрасно. Я с им читая на ней книги, ну и также встроенный Wi-Fi, Bluetooth и прочие протоколы беспроводной связи и проводной, мне позволяют просматривать документы и электронную почту. То есть, когда приходят по работе особо объемные электронные письма, либо документы, договоры, некоторые из них я поймал себя на том, что начинаю читать на электронной книге. Это удобнее, потому что поскольку я большую часть времени работаю все-таки за монитором, за компьютером, у меня уже иногда глаза действительно устают от этого и хочется уже что-то почитать с комфортом, чтобы это не давило, так скажем, на глаз. Стоимость Darwin X на текущий момент 19890 рублей. И за эти деньги это неплохое решение и это очень прокачанная книга и многофункциональное устройство, которое позволит не только читать на ней с комфортом, но и делать еще много всего интересного. Ссылку на эту модель я оставлю в описании. Вот такой вот у нас получился обзор, друзья. Я надеюсь, он был для вас интересным и полезным. Ставьте лайк, если так. Обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте прожимать колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А впереди у нас еще куча всего интересного. До новых встреч!